МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24, студия Екатерина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Об актуальных вопросах медицины главный врач КБ номер 50 провел прямой эфир. Я, радиотехника, ВНИЕФ и Дворец детского творчества продолжают проект Профтренд. К ракетке друзья медальный урожай с региональных соревнований привезли воспитанники секции настольного тенниса Центра внешкольной работы. Далее расскажем обо всем подробно. Строительство детской поликлиники, борьба с коронавирусом, вакцинация, нехватка кадров, возобновление плановой медицинской помощи. Главный врач клинической больницы номер 50 провел прямой эфир, во время которого ответил на вопросы горожан. За последние три недели заболеваемость ковидом в Сарове стабильно снижается. В день выявляют от 20 до 30 новых случаев заболевания. В основном болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме. Как отметил главврач КБ номер 50 Игорь Лошманов, в России пока не зарегистрировано новых штаммов. Все изменения, что происходит, незначительные, касаются варианта омикрон. Что касается ситуации с ковидом в целом, есть три варианта развития событий. Заболевание будет протекать в дальнейшем такими же волнами, но они будут спадать, каждая волна будет меньше предыдущей. И в итоге все превратится в обычные сезонные заболевания. Наилучший прогноз – это полное исчезновение из популяции. И наихудший вариант событий, которым всем нам очень не хотелось бы, чтобы произошел – это новая мутация штамма, более агрессивная, более летальная, более заразная. Единственный способ защититься от тяжелых последствий – вакцинация. В клинической больнице номер 50 есть все вакцины – от спутника ВИДАК и ВИВАКа. В марте поступил спутник М для подростков. Привито уже более 50 саровчан от 12 до 18 лет. Осложнений от вакцинации у них нет. В прошлом месяце больница возобновила оказание плановой медицинской помощи. Также Игорь Лашманов рассказал о ситуации с лекарственным обеспечением. Лекарства в больнице есть все необходимые в наличии. У нас нет пока незаключенных контрактов. Все контракты заключены, поставки по ним происходят. Есть определенные трудности с проведением контрактов для химиотерапевтических препаратов. Но это только для проведения контрактов. Но закупки, разовые закупки по врачебным комиссиям, они в полном объеме сохраняются. Также речь шла о строительстве детской поликлиники. Еженедельно руководство клинической больницы номер 50 докладывает о ходе работ в ФМБА. Кроме того, стройка находится под контролем полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Срок сдачи объекта – декабрь этого года. Уже закончены монолитные работы, кирпичная кладка снаружи и внутри до четвертого этажа. Сейчас работают на пятом. Коммуникации подводятся, заключены договора на кровлю, начинается работа по заключению договоров на фасады, внутреннюю отделку, лифты и прочее оборудование. Работа идет, и у нас есть надежда, что все закончится именно в те сроки, которые были озвучены ранее. Также Игорь Лошманов затронул кадровый вопрос. Обеспеченность медицинским персоналом в больнице – 80%. В прошлом году на работу пришли 19 новых врачей. За три месяца этого года – три врача, в том числе детский офтальмолог. В ближайшее время штат больницы пополнит еще один специалист. А всего планирует устроиться к нам 14 молодых врачей разных специальностей. Через два года работать в Саров приедет детский эндокринолог. Медика из нашего города направили на учебу в ординатуру. По нацпроекту «Демография» нижегородцы могут получить новую профессию или повысить свою квалификацию. И не нужно думать о поиске работы. После окончания курса новое место гарантировано. Обучение бесплатное длится в среднем 3-6 месяцев в зависимости от выбранного направления. Образовательные программы учитывают актуальные запросы компаний, чтобы выпускники были востребованы на рынке труда. Запись уже открыта на портале «Работа в России». Пройти бесплатное обучение могут безработные граждане, граждане под риском увольнения, безработные мамы детей дошкольников, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, граждане в возрасте 50 плюс и предпенсионеры, отдельной категории молодых людей в возрасте до 35 лет включительно. Обучение организует Томский государственный университет, РАНХИКС и Агентство развития профессионального мастерства. В Нижнем Новгороде 8 и 9 апреля пройдет ярмарка вузов региона. В Центре культуры «Рекорд» соберутся представители 15 ведущих университетов Нижегородской области. Абитуриенты и родители смогут пообщаться с представителями вузов и получить необходимую информацию о приемной кампании. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 11 миллиардов рублей в этом году направят на ремонт и реконструкцию дорог в Нижегородской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает региональный Минтранс. В 2023 году на эти цели предусмотрено 12,5 миллиардов рублей, в 2024 – 11,6 миллиардов. В следующем году начнут ремонтировать мосты и искусственные сооружения на региональных дорогах. По предварительным данным, планируется привести в нормативное состояние 703 километра автомобильных дорог и 453 погонного метра мостов. В предстоящие три года особое внимание уделят дорогам, которые соединяют субъекты федерации. Например, Ряжск, Касимов, Муром, Нижний Новгород, Владимир, Муром, Арзамас. Представители рынка электронных и аудиокниг снимают с продажи в России серию романов о Гарри Поттере английской писательницы Джоанна Роулинг в цифровой версии. Сами площадки сообщили, что решение принял правообладатель. Права на издание бумажных книг о Гарри Поттере принадлежат издательству «Азбука Атикус». Там уточнили, что издание в печатном виде продолжит входить в прежнем графике. Теплый дом приглашает саровчан в школу замещающих родителей. Занятия будут проходить с 11 апреля по 24 июня. Школа открыта для тех, кто решил взять в семью ребенка, оставшуюся сиротой, или только задумывается об этом. Специалисты помогут будущим приемным родителям, усыновителям и опекунам получить полноценную подготовку и поддержку – психологическую, юридическую, педагогическую. Обучение проходит в форме тренинга, а также включает лекции и пожелания обучающихся, психологическое обследование и индивидуальные консультации. Все занятия бесплатные. По итогам обучения выдают свидетельство государственного образца. Получить дополнительную информацию и записаться в учебную группу можно по телефону 98308. Во Дворце детского творчества продолжается проект «Профтренд». Очередную встречу посвятили знакомству с радиотехникой. Под руководством сотрудников ВНИЭФ старшеклассники городских школ пробовали сконструировать антенны и разобраться в том, чем занимаются радиотехники. Деловые игры, квесты, встречи со специалистами, лабораторный практикум. Уже несколько лет в НИЭФ и Дворец детского творчества реализует проект «Профтренд». Его цель – познакомить городских школьников с различными профессиями, востребованными в ядерном центре. Софья участвовала в проекте первый раз. Пришла, потому что заинтересовала тема – радиотехника. Что нового узнали? То, что радио используется во многом, но помимо связи еще и в фильтрах разных соцсетей. Также интересно было посмотреть, как это все работает, от чего это зависит. В школах проходит только теоретические основы радиотехники. В учреждениях доп. образования техническая составляющая тоже по ряду причин западает. Не хватает специалистов, оборудования. Нет возможности вести такие занятия в системе. Показать особенности технических профессий, в том числе и профессии радиотехника, помогает «Профтренд». Показать именно изнутри профессию. Потому что, когда звучит радиотехника, ну и что это такое? Да ну, радио, прошлый век, 19 век. Или техника. Да что техника? Вот биороботы или нанотехнологии. Вот как красиво звучит. И за красотой за это дети и гонятся. А нам нужно показать не только красоту звучания, а значение, смысл, сути. Это поможет ребятам определиться с последующим направлением подготовки или специальностью для поступления в высшее учебное заведение. Это поможет ребятам понять, интересна ли им эта сфера. Ну и самоопределение, как мы знаем, очень важно в нынешней жизни. Один кабинет дворца заняли эксперты с оборудованием. Вместе со школьниками они настраивали антенны, подгоняли частоты и улавливали передачи. В другом кабинете ребят погружали в теорию радиотехники и рассказывали, чем одна специальность отличается от другой. Особенно старшеклассников интересовало, куда стоит поступать, чтобы в будущем пойти на работу во ВНИЭФ. Со специальностью радиотехника, с таким направлением подготовки работают очень многие вузы. И, конечно же, Российский федеральный ядерный центр трудоустраивает таких специалистов. Они наиболее востребованы. Эта специальность очень важна в настоящее время и, конечно же, специальность будущего. Есть такое направление подготовки в Межгородском техническом университете, во Владимирском университете, в очень многих вузах Москвы. На подведение итогов встречи на вопрос, кто задумался о выборе профессии радиотехника, больше половины старшеклассников подняли руки. И это уже можно считать знаковой победой организаторов проекта. И к спортивным новостям. Ловкость, внимание, быстрота мышления. 6 апреля во всем мире отмечают День настольного тенниса. В нашем городе этот вид спорта активно развивают в Клубе здоровья и Центре внешкольной работы. Об успехах воспитанников секции настольного тенниса расскажем в следующем репортаже. Легкий бег, зарядка, работа над техникой и только потом сама игра. Разминка – важный элемент тренировки, считает Ольга Федоркина. Настольный теннис требует от спортсмена высокой скорости, ловкости, выносливости, хорошей реакции, устойчивой нервной системы и безграничного упорства. Чтобы в совершенстве овладеть всеми этими качествами, нужны годы кропотливой работы. А начинают воспитанники секции с малого. Ну, ребята приходят маленькие. Сначала мы с ними, у нас игровая форма, мы играем, разговариваем, общаемся. Потом потихоньку я их привлекаю, мы набиваем мячик на ракетки, на стеночки. Дальше приходим к столам и, ну, вот так и начинают любить наш вид спорта. Секция настольного тенниса в нашем городе работает уже 20 лет. За эти годы Ольга Федоркина воспитала немало талантливых теннисистов. У многих воспитанников Ольги Васильевны богатая копилка медалей и кубков соревнований разного уровня. Марина Беглова пришла в секцию три года назад. Для неё соревнования – это прежде всего отличный повод проверить свои силы, отточить мастерство. На соревнованиях бываю довольно часто – один-два раза в месяц. Каждое соревнование дает этап к развитию. И в каждом соревновании я, получая опыт, вижу свои ошибки и пытаюсь их исправить уже на тренировках. После долгого ковидного перерыва ребята могут снова участвовать в соревнованиях за пределами города. За месяц юные спортсмены побывали на областных соревнованиях в разных городах – Богородском, Дзержинске, Вексе и в открытом первенстве Мордовии среди детей в Саранске. В Вексе Евгений Минеев получил кубок за третье место, а в Саранске завоевал золотую медаль. Всего в послужном списке теннисиста 12 наград. В настольный теннис в первый раз я начинал с бабушкой набивать мячик на ракетку. Мне это очень понравилось. И меня папа привел вот сюда, вот в ОБЦ. Мне понравилось. Я ходил. Первую медаль я получила на городских соревнованиях. У меня было второе место. Я очень ей радовалась. Сейчас Евгений продолжает усердно тренироваться, готов покорять новые вершины спортивных соревнований. Хоккейный клуб «Саров» приглашает болельщиков на третий матч финальной серии. Игра с Таншаевским стартом имеет все шансы стать последней в этом сезоне для наших спортсменов. Если саровчане выиграют, то получат звание чемпиона Нижегородской области высшей лиги. Матч состоится в субботу в 13 часов в Ледовом дворце. Мы будем вести прямую трансляцию игры на канале «Саров-24». Темный и светлый, чистый, с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда, свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». 7 по 10 апреля там проходит медовая феерия. Сезон простуд в самом разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акация и гипоаллергенин. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с железами и заложила уже в соты. И уже в соты она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите, «Медовая феерия» работает в Торговом центре «Галактика» с 7 по 10 апреля с 10 до 17.00. Нет возможности прийти, доставим телефон. Плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА